Всем привет! И сегодня у нас ролик о сайте computeruniverse.net. Это будет уже третья часть категории, которую придумал лично я, которая называется нюансы и сложности. Заранее прошу прощения за мой немножко искаженный голос, я заболел, но тем не менее та информация, которую я донесу, думается мне, будет вам полезной. Рассказывая о нюансе номер один, могу привести следующий пример. Относительно недавно делал заказ, получил товар, соответственно, который заказывал, и одним из этих товаров были часы браун. Были они с функцией автосинхронизации. Суть ее заключалась в том, что часы в определенное время синхронизировались с вышкой, которая находилась где-то, где мне было непонятно, и подводили время самостоятельно. Казалось бы, это очень полезная функция. То есть формально мы вставляем батарейку, дожидаемся, когда часы примут качественный сигнал и сами настроят время. Также они будут раз в день корректировать это самое время. Удобно, не правда ли? Удобно, подумал я и заказал. Несмотря на то, что часы стоили на 15 евро дороже аналогичного варианта, но с механическим подводом, я выбрал именно этот вариант. И как вы думаете, что я получил? Нюанс номер один. Имейте в виду, что если вы заказываете, допустим, те же самые часы с опцией радиосинхронизации, автосинхронизации, то с вероятностью практически 100% вышки, с которыми будут синхронизироваться ваши часы, будут находиться в Германии. А следовательно, и время, которое будет показывать ваши часы, будет немецким. То же самое и получилось у меня. Допустим, у меня время 3 часа 44 минуты, а часы из Германии показывают 12 часов 44 минуты. Какими бы способами я не пытался вручную подвести время этой корректировкой стрелок и механической корректировкой. В любом случае, раздения не сверяют время и понимают, что они находятся в Германии. По крайней мере, их процессор думает, что он находится в Германии. И от этого, к сожалению, никак не избавиться. Это опять-таки, что касается настенных часов. Безусловно, это будет интересно не всем, но имейте в виду, вот на практике я получил такой вариант. Переходим к следующему. Проблема с доступом на сайт домена.ру существует уже давно, но как-то руки мне не доходили ее озвучить. И даже когда я делал вторую часть нюансов и сложностей, почему-то я упустил этот момент. Не буду откладывать долгий ящик, я сейчас показал скриншоты, как зайти и обойти блокировку, если она у вас таки присутствует, которой, собственно, нет. Но что делать, если вы не можете зайти на сайт компьютер-юниверс.ру? Вот, я думаю, вы сейчас можете наглядно увидеть, примените на практике и, в принципе, все у вас должно работать корректно. Просматривая комментарии к моим различным роликам о компьютер-юниверс, я нашел интересную закономерность. Почему-то часть пользователей совершает заказ без регистрации. Что не есть хорошо, я думаю, вы сами понимаете. Вне зависимости от суммы заказа, при возникновении проблем, администрация будет связываться с вами через ваш аккаунт и через почту. А если вы не завели аккаунт или, допустим, вы не отвечаете на почту, то просто-напросто с вами никак связаться не могут. Не нужно быть беспечными. Обязательно нужно заводить аккаунт, это ваша гарантия. Гарантия безопасности и сохранности ваших средств. Имейте в виду. Если вы знакомы с этим сайтом более-менее, то, я думаю, вы со мной согласитесь, что он полон неожиданных сюрпризов. Например, вы выбрали определенные товары, их у вас 5 либо 6, закидываете в корзину, переходите к оформлению, оплачиваете. И когда вы еще не оплатили товары, статус их был к отправке 1-2 дня, а когда вы уже оплатили товары, резко некоторые позиции могут смениться на доступен через неделю или, допустим, товар под заказ 3-4 недели. Само собой, не всегда у вас есть время подождать. И что же в этом случае делать? Я вам сейчас привел лишь пример. В данном случае нюанс будет связан с тем, что для того, чтобы вам скорее решить все ваши проблемы, необходимо общаться с поддержкой. С поддержкой можно связаться через почту, это info.computerunius.net, а гораздо быстрее и эффективнее связаться напрямую через группу на Facebook. Само собой, эту группу я сейчас вывел на экран, вы можете ее увидеть. Заходите в группу, пишите свою проблему, прикладываете номер заказа и все, что вы хотите, они выполнят в кратчайшие сроки. Уберут товар, заменят товар или, допустим, решат проблемы с вашим заказом, почему он потерялся, не доставляется. И на все интересующие вас вопросы, конечно же, здесь они ответят гораздо быстрее. Дело в том, что почта info.computerunius.net, она больше для спама. И, соответственно, несмотря на то, что вроде бы как эту почту рекомендуют, сообщений туда приходит просто невероятное количество. Начиная от того, как сделать заказ на этом сайте и заканчивая действительно интересными и сложными вопросами, на которые, к сожалению, не всегда получается эффективно ответить. Следующий вопрос будет касаться веса. Почему, когда немцы отправляют товар, он весит определенное количество килограмм, а когда он пересекает границу России, он увеличивается, например. С чем это все-таки связано? Не может ли быть такое, что я заказывал, допустим, видеокарту процессора, мне положили 4 банки сельди? На самом деле, может быть все, что угодно, но вес отличается по одной простой причине. Немцы взвешивают товар брутто, то есть без упаковки, а Российская Федерация у нас на таможне взвешивает вес нетто, то есть с упаковкой. Именно поэтому, касаемо нашего таможенного лимита, мы можем провозить до 20 килограмм в одной посылке, а немцы максимум позволяют запихнуть в корзину 18,5 килограмм. 2,5 килограмма как раз-таки идут на эту самую упаковку, имейте в виду. Если вы заказали товар на 15 килограмм, то вполне может быть, что на границе Российской Федерации он может весить 19 килограмм. Ничего страшного, просто не забывайте брать с собой камеру, записывать, снимать распаковку на почте. Если не получается на почте, несите запакованную посылку домой и, соответственно, снимайте уже непосредственно дома. Я считаю, что если вы предупреждены, значит вооружены. Опять-таки, имейте в виду, это ваши деньги. Ну и последнее, о чем сегодня хочу сказать, это будет, соответственно, налог. Поговорим о Российской Федерации. Я думаю, сами понимаете, что на физическое лицо предел это 1000 евро либо долларов. И, соответственно, все, что превышает эту сумму, будет добрый гражданин платить 30% государству. Как вообще считать эту 1000 евро? Считается ли она с первого числа календарного месяца или как еще? Само собой, если вы сделали заказ 15 числа, на сайте Computer Universe товар упаковывается, подготавливается к отправке, отправлен и тот момент, когда ваше 1000 евро, можно считать, аннулировано, будет именно тот момент, когда посылка пересчет границу Российской Федерации. То есть немцы могут отправить товар 15 числа, а до границы он дает 18 числа. И вот именно 18 числа в общей базе таможни Российской Федерации появится именно та сумма, на которую вы совершили покупку. То есть для того, чтобы не платить налог, вы либо заказываете на другое физическое лицо, либо ждете ровно месяц с момента пересечения товара через границу. Вот и все. На данный момент это все, что я хотел рассказать, и это все, что я, собственно, озвучил. Если вам нравится такой формат, а судя по статистике, что вам нравится, ставьте лайк. Интересные нюансы оставляйте их, опять-таки, в комментариях, приму к сведению. Что-то интересное, полезное будет, безусловно, озвучено. Подписывайтесь, совершайте покупки и до встречи!